Здравствуйте! В эфире ТВЛ и прямо сейчас о самом интересном. Снег и гололедица не преграда для инспекторов Госадомтехнадзора, когда вопрос стоит о чистоте и благоустройстве Электрогорска. Какие нарушения были выявлены в ходе очередного объезда, вы узнаете из нашего сюжета. Плановый рейд начался с осмотра детских площадок. Делегация проверила наличие информационных щитов и освещения, а также состояние игровых сооружений. Помимо этого было обращено внимание на расчистку и обработку песком тротуаров и внутридворовых территорий. На дорогах гололедица, а посыпку осуществили не везде. Лед есть, песка не вижу. На колени на утечке устранили, а теплоизоляцию не произвели. Трубы все так же греют улицу. Ставили им задачу. Вот опять все греете. Там даже утечки опять появились. Прошлый объезд же был. Задача была им поставлена. А присутствовал при прошлом объезде? И одному, и второму была задача поставлена. Видно, что просто протокол не исполняется без госантехнодзора. В общем, по состоянию зимней уборки тепловых сетей у инспектора осталось много вопросов. Господа, не готовы вы к зиме. Вопросы по теплоизоляции, вопросы по зимней уборке, по посыпке внутридворовых территорий. Это только пошла, извините, первая неделя, вот выпал снег, немножко минусовая температура. Поэтому все пока в ваших руках. Наводите порядок. Всем ответственным лицам и эксплуатирующим организациям были выданы предписания и даны рекомендации по устранению нарушений. Всем организациям, которые причастны к ненадлежащему содержанию данных объектов, будут выданы предписания с коротким сроком исполнения. И еще раз повторяю, что зима наступила, поэтому от всех, в том числе эксплуатирующих организаций администрации, требуется, чтобы не возникало вопросов. Гораздо проще сейчас привести порядок, начать подсыпать тротуары, сделать теплоизоляцию, чем потом, когда будут морозы до минус 20 и выпьет большое количество снега. Следующий рейд пройдет через неделю. С 24 по 31 октября на территории обслуживания ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России Павла Посадский произошло 40 дорожно-транспортных происшествий. Из них в Электрогорске одно ДТП, в результате которого один человек получил травмы различной степени тяжести и четыре ДТП с материальным ущербом. В ноябре на территории Электрогорска будут проводиться оперативно-профилактические рейды и трезвые водители оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Помимо этого, в период осенних каникул в городе проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Осенние каникулы», направленное на сокращение количества ДТП с участием детей. Также, по данным Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области на территории Подмосковья, в первой половине ноября будет преобладать существенное понижение температурного режима до минусовых отметок и выпадение осадков в виде снега, что создает условия для образования гололейцы на проезжей части. В связи с этим напоминаем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил эксплуатации и режима движения транспортных средств в сложных дорожных и метеорологических условиях. Турнир первенства Павлопосадского района по футболу среди мужских команд подошел к концу. Об итоговых результатах в рубрике «Спорт». 29-30 октября прошли заключительные матчи первенства Павлопосадского района по футболу среди мужских команд. На городском стадионе команда «Боевое братство» принимала «Филимонова-2». Матч закончился со счетом 0-7. Наши футболисты уступили. Иленком на выезде встречался с «Динамо». Электрогорцы одержали победу. Счет 6-2. Команда «Экалаб» в гостях провели встречу с командой «Интер» и одержали победу. Итоги чемпионата таковы. В высшей группе первое место заняла команда Павлопосада «Арсенал». Второе – футболисты электрогорской команды «Экалаб», набрав 49 очков. Третье место у «Филимонова». И на четвертом расположились ребята из команды «Ленком». По итоговым результатам во второй группе электрогорские команды «Дюсш» и «Боевое братство» стали пятыми и седьмыми. С вами была Анна Шевальна. До встречи на ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин